В бизнесе женщиной нельзя быть. Я связываю это тоже с извращениями. В одежде, на кресле, в странной очень позе. И полежать рядом с тобой на кровати можно. Тебе бы захотелось получить отсутствие? На нее всегда люди подсаживаются. Я девочка, извините, да ладно, все равно, ты что, обижаешься? Обратиться к стилисту, это практически как обратиться к психологу. То есть у женщин конкретика практически всегда отсутствует. Два года назад, примерно в это же время, наша команда отправилась в экспедицию по Европе Tour de France, где мы записывали интервью с предпринимателями, которые переехали туда из России, Украины и других стран СНГ. А если это была девушка, то мы обязательно спрашивали ее, как именно женщинам живется и работается в Европе. Я бы хотел вам показать небольшой кусочек интервью, которое мы записали в испанском городе Реус. Здесь есть очень много своих плюсов, которые не обсуждаются. Это прекрасный климат, хорошая погода, архитектура. Но здесь, конечно, очень жестко, потому что здесь очень потрясающе. Архальное общество. Мы даже не понимаем, что такое мачизм. Мачизм? Вообще, это глубокая такая история. У них же была здесь инквизиция, всех женщин убивали, сжигали. А потом у них только 40 лет общее образовательное обязательство. Только 40 лет не сжигают. Только 40 лет национальная образовательная программа. Образования высшего не было. И женщины пошли только 30 лет, как в университет. А здесь не строятся на внешности. Женщина не должна красиво выглядеть. То есть у них это все вызывает отвращение, отторжение. Она должна быть такая же, как мужчина. Полностью, да, одежда. Полностью все должно быть мужеподобного. Иначе ты не будешь в форме. Извините, у нас вот это вот что-то торчит. И эту я бы переставил вот так. Можно? Да, можно. Я почувствовал свои права здесь, в Испании. Мачизм мне уже нравится. Я все-таки позволю себе. Накануне 8 марта мы записали интервью уже с нашими девушками-предпринимателями. Они рассказали о своем бизнесе, о том, какие женские уловки они в нем используют. А также поделились советами, как правильно работать с клиентом, если она женщина. Девчонки, поздравляю вас всех с праздником. У нас получился действительно такой праздничный лайтовый выпуск специально для вас. Подписывайтесь на канал, вступайте в наши группы в социальных сетях. И давайте смотреть свежий выпуск. Вот все, что говорят о женщинах в бизнесе. То есть есть вот девочки, они по жизни девочки. Я считаю, что женщины в бизнесе – это просто предприниматель. Поэтому я очень жестко, гораздо жестче, чем мужчины. Очень требовательная во всех моментах. Мне кажется, что тут наоборот какие-то мужские качества, конечно, проявляются. Но вот в бизнесе женщиной нельзя быть. Потому что женщины – это кто? Обычно люди, которые мыслят не показателями. Я там, ой, это красиво, я хочу заниматься этим бизнесом, потому что это красиво. Я всегда смотрю, это прибыльно. Как это можно масштабировать, сколько на этом можно зарабатывать, как этим можно управлять. Есть такие качества во мне, которые, наверное, мужчины не могут себе позволить. Но очень часто я это не замечаю. Я очень сильно могу давить по-женски. И в конце сказать, я девочка, извините. Да ладно, все равно, ты что, обижаешься? Бестеренно, абсолютно искренний. И, наверное, вот мужик мужику бы этого не простил. Девочки все-таки прощаются. Я в бизнесе не задумываюсь, проще или нет. Я достигатор. Мне нужна эта цель, и, значит, препятствий не существует. Поэтому, опять-таки, я как женщина могу себе позволить больше. Я это использую. То есть, это нормальная абсолютно тема. И не важно, мальчик ты или девочка. Я тоже мало что соображаю в цветах. Мне многие говорят, что ты занималась свадьбами, и, наверное, поэтому цветы. Но не поэтому. Просто я сделала некие просчеты, которые мне понравились с точки зрения масштабируемости бизнеса, с точки зрения того, что это всесезонный товар, с точки зрения того, что его постоянно покупают. Это ежедневные, там, небольшие, большие, разные, ну, чеки ежедневные. У меня в основном бизнес, связанный с индустрией красоты, внешность, омоложение. То есть, это было отбеливание зубов, добавки диетические. На данный момент это вот коллаген и водородная вода. Там пузырьки идут? Если включить, да. Видишь? Не знаю, будет ли это видно на камере, но вообще, да, идут. Тебе вот когда-то мешал твой пол в бизнесе? Нет. Я очень рада, что я женщина. Я бы не хотела быть мужчиной однозначно. А что? Тяжелее оно, да? Вам тяжелее? Нет, вам в каком-то смысле легче, потому что общество патриархальное. Наверное, в том, в моем выборе, то, что я выбрала для себя как профессию. Поэтому мне не сложно. Есть профессии, в которых бы, как женщина, я бы не смогла добиться успеха. Та же политика, например, тяжелее. Там, то единицы, которые, как Юлия Тимошенко, и то про нее ходят слухи, что она как с яйцами. Что она мужик, на самом деле, да? Ну, не в том плане, не в физическом, а морально, что она очень сильная. Характер такой серьезный. Мужчины не допускают женщин во многие бизнесы. Большие бизнесы не допускают. Я вообще, если честно, узнал о специализированных каворкингах совсем недавно. Но, я так понимаю, это направление существует уже давно, да? Насколько я помню, началось с швейного каворкинга. Где-то в России, по-моему. Два года всего, да? Нам полтора года. По направлению у нас есть 14 парикмахерских мест, 2 барберских, 5 визажистов, 3 нейл, ногтевой сервис и отдельные кабинеты косметологии и парикмахерские. Ну, клиентам нравится все. Ну, не знаю, мне кажется, они приходят и не хотят уходить с этого пространства. Вот очень такая френдли обстановочка. А есть такая категория принимателей, которых вы сюда точно не пустите, но из бьюти-сферы? Тут можно теоретически увидеть тату-мастера? Ну, чисто теоретически, почему бы и нет. У нас есть кабинет косметологии, где, ну, если мастеру будет удобно там работать, то да. А кого вы точно не пустите? Там, мне кажется, всех. У нас была практика по массажу. Массажисты часто используют сильным запахом масла. Это как вентиляция, они суперклассные, это закрытое помещение. Оно чуть-чуть мешает следующим клиентам, которые... Потому что аренда на час, и человек может только на час прийти, например, массажист, сделать массаж и потом уйти. Следующему клиенту уже будет неудобно работать в этом помещении. Поэтому мы просим наших мастеров просто не использовать масла, либо с минимальными запахами, и все окей. У нас была уже такая практика вот совсем недавно. В странах СНГ есть огромный комплекс у людей. В том, что обратиться к стилисту, это практически как обратиться к психологу. Как будто бы у тебя какая-то глобальная проблема, а ты ее не умеешь решить. В Европе, да и в Америке совершенно другой подход к этому. Наоборот, люди гордятся. У меня есть и стилист, и психолог, и визажист, и парикмахер личный, а у нас нет. Вообще, это ниша конкурентная. С чем придется столкнуться? С огромной конкуренцией, потому что есть несколько топовых стилистов, с которыми очень сложно конкурировать, но есть очень большой сегмент людей, которые пытаются быть стилистами. Все равно надо понимать, что стилист – это сфера услуг. Это не лакшери профессия совершенно. Но это самозанятость, или у вас там есть прям штат, офис, персонал, ваши там помощники, или вы сами. У меня лично уже, да, есть мои ассистенты, мои помощники, которые решают все задачи. Но стилисту сейчас проще работать самому на себя. Ничего не надо, ни офиса, ничего. Нужна только страничка в соцсетях, ее минимальное продвижение, которое будет стоить примерно долларов в 200 в месяц. И, в принципе, уже можно начинать работать. Есть определенная программа, которая устанавливается, в которой можно создать лукбук, визуализировать, так сказать, образ для клиента. Есть дисконты, которые только с опытом приходят, и какие-то связи с людьми из разных брендов для того, чтобы делать лояльность для клиентов. Ну и сам процесс, он больше ничего, в принципе, не требует. Есть какие-то инструменты стилиста, например, там, цветовой круг, цветовые палитры, которые помогают объяснить клиенту более наглядно что-то про цвета и их сочетание в гардеробе. Потому что стилист – это, к сожалению, как многие думают, не человек, который просто видит образ. Это человек, у которого должны быть какие-то знания, от чего он отталкивается, понимание каких-то зрительных иллюзий, колористики. Это все занимает участок времени и денег для того, чтобы эти знания получить. Мы поговорили о твоих уловках в бизнесе. А ты можешь, вот абстрагировавшись, может быть, от себя, ну, ты же общаешься с женщинами-предпринимателями, с девушками-предпринимателями. Отличие мужского стиля ведения бизнеса от женского? Значит, смотри, мужчины в моей практике больше мыслят показателями, женщины мыслят нравится-не нравится, хочу-не хочу, много-мало. То есть у женщин конкретика практически всегда отсутствует, более такие интуитивные. Кстати, женщины на интуицию очень сильно поддаются. Она говорит, я чувствую, что мне вот этим надо заняться, или я чувствую, что мне нужен этот контракт. Мужчина говорит, так, покажите цифры, что, где, сколько продали, как это конкретно будет. Большинство женщин, конечно, вот совершенно не направлены ни на какие результаты. То есть женщины зациклены больше на процессах, на том, чтобы было красиво. Для женщин бизнес – это когда есть офис, открыточка. То есть вот это для меня вечный шок, потому что я постоянно с этим сталкиваюсь, и большинство девочек прогорают, и их бизнес живет ровно столько, сколько есть деньги там у тех, кто спонсирует. Либо это все-таки девочки очень часто называют бизнесом «работа на себя». То есть такие ремесленники, знаешь, люди, которые вот она пьет пирожки. Пирожки, да, она считает это бизнесом. Вот в большом бизнесе, конечно, я не знаю многих женщин, но, конечно, там всегда склад ума очень, очень мужской. Давай обсудим несколько ниш, насколько они интересны для того, чтобы работать в них женщины. Женщины? Да. Как управленцу ты имеешь в виду? Как владельцу этого бизнеса. Как владельцу. Да, да. Женщины во всем лучше, чем мужчины, поэтому что здесь обсуждать? Бьюти-блог как бизнес – это хорошо? Да. Да, есть очень успешные примеры, тоже дают хорошие… Ну, по крайней мере, я сотрудничала с бьюти-блогерами. В Инстаграме, в соцсетях это очень хорошие деньги. Сегодня реклама стоит около 100 долларов. Пост – это минимум у хорошего блогера. Есть, которые доходят 300, 200, 400 долларов за пост. 100 долларов в сториз, и это работает. Оль, я знаешь, что я хотела спросить? Как работать с клиентами и женщинами? Твои советы? Есть какой-то особый подход, на что обратить внимание, как выявить там, не знаю? Ну, это же женщина. Вот точно так же все, как в жизни. Ухаживать начать? Комплимент, конечно, обязательно. Комплимент, улыбка, понять, что она хочет. Понимаешь, конечно, женщинам с женщинами работать гораздо легче, потому что, конечно, мужчине понять, что хочет женщина – это гораздо сложнее. Особенно, когда нам приходят и говорят, ну, мне что-нибудь вот такое вот сделайте, ну, вот как это, только немножко другое. И вот эти, конечно, моменты, они в нашем… Вот что-нибудь такое женщина поймет, да? Да, да. Женщина всегда права, это нужно запомнить. Вот если ей не нравится, да, это действительно плохо, надо переделать. Женщине нужно улыбнуться, сделать комплимент. Женщина, она покупает отношения прежде всего. Если с ней сошелся по отношениям, она дальше берет все. Если ты, как бы, вот где-то не прогнулся, если ты передо мной не сделаешь поклон, то все, ты навсегда будешь в ней милости. Это бизнес ориентирован на постоянных клиентов. Сколько, какой процент вот ежемесячно, условно говоря, у вас постоянных клиентов? Мне кажется, что хорошие показатели, потому что месяцы отличаются, сезоны отличаются, года тоже, вот все от кризиса, от какой-то ситуации политической. Но хорошие показатели, если 15 клиентов в месяц у тебя постоянных приходит. Из скольки? Из примерно 50. То есть все-таки преобладают новые всегда? Всегда есть новые, да, всегда. Но они не всегда остаются. То есть постоянные клиенты, это, я считаю, тот, кто каждый сезон приходит именно к тебе обновить гардероб, и это длится годами. Подсаживаются на это? Как вы это стимулируете, чтобы приходили снова? Это спа-услуга. На нее всегда люди подсаживаются. Вера, какие еще бы ты советы дала при работе с клиентами и женщинами? Подарочки очень люблю. То есть они все любят получать больше, чем они заплатили. То есть это вот всегда дай там на какую-то копейку больше, чем они ожидали, и они будут очень счастливы. Я сама такая. Я люблю сервис. Я очень кайфую, когда я что-то покупаю и получаю больше, чем я заплатила. Не люблю, когда наоборот происходит. Если у меня идет негативный отзыв, вот бывает такое, да, там человеку что-то не понравилось, я возвращаю все деньги. Когда что-то происходит не так, недоупакованный товар, то есть когда много скидки, акции, наверное, каждый проходил момент, момент, что кому-то там одного стика, например, не хватает в упаковке, мы отправляем 10, если не хватает. То есть я стараюсь угождать клиента. А, вот смотри, у нас есть такая прикольная штука. Вот, значит, девочка у нас регулярно работает. Это сбор пожертвований? Ну, руку давай. В любую выбирать, да? Да, в любую. Что написано? Так, уделите больше времени второй половинке, и вы позабудете о своих проблемах. Ян, я уже еду, заканчиваю съемочку и буду уделять. Вот, видишь, у нас все время, когда особенно сейчас такое время неактивное, а утро, вечер, активное время, особенно вечер, потому что люди не торопятся уже так сильно. И девочка у нас ходит и предлагает взять предсказания. Человек берет предсказания, затем они вступают в коны. А, здесь же есть реклама, да? Есть реклама с другой стороны, да. Вот, все контакты. Вот у нас девочек собираются. Многие идут, и вот когда у нас заканчиваются эти предсказания, на нас тоже очень много жалоб сразу обрушивается, потому что люди уже идут за этим предсказанием. Они это выкладывают с удовольствием в Инстаграм, там все время нас отмечают. То есть это тоже дает нам такой момент и продвижение. Прикольно. Прикольно. И мы собираем базу. Вот, может быть, тебе близкая тема? Производство натуральной косметики. Да. Ты знаешь, когда делают там мыло, какие-то скрабы, какие-то еще штуки. Это в тренде, да, в тренде. Натурально, безопасно. У нас люди гонятся за здоровьем. Это правда. Мне это заметно как раз на контрасте двух бизнесов по отбеливанию зубов. Там, где основной камень преткновения у наших клиентов, это страхи стоматологов, что это вредно. И что это разрушает эмаль. И вот у нас это не идет в том желаемом объеме, который бы мне хотелось. И параллельно с коллагеном, который все там для здоровья и так далее, просто летит. Как вы продвигаетесь? То есть вы, например, в соцсетях не найдете там чисто компанию. Скорее вы найдете меня и уже через меня будут мои продукты продаваться. Это вот один из подходов, который я выбрала для себя. Как думаешь, почему доверие здесь важно? Доверие, я думаю, да. И личный пример. Им нравится общаться со мной, а не с брендом, не с компанией. Это в итоге не придет к тому, что ты заложенец в своего бизнеса станешь? Ты знаешь, я постаралась сделать так, чтобы он был максимально автоматизированный. Действительно, был момент, когда было тяжело. Сейчас я внедрила чат-ботов. Чат-бот представляется, что я чат-бот, страница, отвечу там на самые важные вопросы. Крайне редко я уже работаю лично. Уже ни на продажу, ни на заявку я могу лично не реагировать. Мне больше всего нравится то, что запрещено маркетологами, когда ты разговариваешь с клиентами в повелительном порядке. То есть у меня самое популярное объявление – «Начинается девочке коллаген брать всем в обязательном порядке». Оно мне постоянно высвечивается. Да, и это самое эффективное. Почему ты на меня его настроил? Ты знаешь, значит, где-то там женщина с твоего компьютера заходит. Естественно, с интернета приходит большая часть заказов. И для того, чтобы тебя их там покупали, эти цветы, ты их должен достойно подавать. Персонал, опять-таки, повторюсь, нужно регулярно обучать, для того, чтобы он делал не так, как ему захотелось, или как ему кажется, а так, чтобы это нравилось нам, и это имело какой-то вид, да, и я могла не краснеть, и не говорить, ой, ты знаешь, извини, у нас сегодня Маша, она там какая-то другая. Вот эти все нюансы, конечно, большая проблема. Плюс – это списание товара. Пришел товар, цветок, и половина цветка увяло. Увяло, не увяло, мы не знаем. Флорист говорит, извините, как бы нет у этого товара. И вот это тоже проблема, из-за которой мы разработали CRM-ку, с помощью которой у нас весь товар ставится на приход. Есть система по тому, как мы узнаем, что товар списан и так далее, и так далее. Потому что, естественно, ритейл – это воровство. Никуда от этого нельзя деться. Воровство со стороны персонала, если ты что-то не то сделал. Воровство со стороны вот так вот у нас бывает тоже кто-то. Вытаскиваешь часто? Не часто, но бывает. То есть идешь такой букетик, хоп, и пошел. Я не скажу больше. У нас стоял фланшет, на котором было слайд-шоу из наших букетов, и подошел человек, пока отвернулась девочка, просто его забрал и все, и ушел. И вот тебя охрана и все дела. То есть мы все время над этим работаем. Плюс цыгане, которые там хотят что-то купить за 3 рубля и разменять деньги. То есть такие нюансы. Мы обучаем этому всему девочек, потому что для нас это тоже, естественно, изначально было шоком. Что ты скажешь о таком виде бизнеса, как согревание постели своим теплом? Не встречала? Нет. В общем, там девушка приезжает за час до сна к тебе, ложится в твою кровать, греет ее, а потом уходит. И услуга, кстати, стоит довольно немало, почти 5 тысяч рублей. Знаешь, в Японии есть очень много подобных услуг. Я связываю это тоже с извращениями. Пусть здесь указано, что интима нет, его может и не быть. В Японии это просто там и полежать рядом с тобой на кровати можно за деньги. То есть там одеты школьницы, например, у них ходят. Это очень популярный какой-нибудь ребенок. И поспать в одной кровати. Там камеры везде стоят, то есть там нельзя трогать, ничего просто. И вот это ужасно дорогущая услуга. Психических расстройств много. То есть ты считаешь, что ближе к расстройствам? Ну да, это люди, которым нужно что-то особенное. Например, согреть кровать. Тебе бы захотелось получить эту услугу? Нет, точно нет. Я вообще, честно, не знаю, что это за проблема такая. То есть вроде бы это... Ну я уверена... Кондиционер. Боже, есть электропростыни или как они называются. Да, то есть куча всего. То есть не обязательно 5 тысяч. Гринку, в конце концов, можно налить горячей воды. Есть еще такой бизнес, когда те по телефону сказки читают. На ночь. Ну это туда же, к согреванию постели. Сначала согреют, потом сказки почитают. Почему нет? Почему нет? Я скажу, почему нет? Нет, понимаешь, насколько низкая себестоимость у этих видов бизнеса? То есть в одном случае твое тепло... Мне что не нравится в этом бизнесе? Что его нельзя масштабировать. Я люблю бизнес, который можно масштабировать. Были какие-то странные, не знаю, предложения от каких-то людей здесь сделать что-то? Был у нас один мастер-массажист. Я не знаю, как это направление правильно называется, но это какой-то супервизуально странный массаж. Но он распространен на Западе очень сильно и в Америке. В моллах каких-то, массаж в одежде, на кресле в странной очень позе. Это странно очень выглядит. Это кресло, на которое вот так вот вы садитесь, раздвигая ноги. То есть вот так вот. И сзади массажист. Он есть в разных направлениях, в разные методики. И вот нам предложили сотрудничество. Но вот оно очень спорно. Оно привлекает, да, внимание, интерес. Но это больше, мне кажется, для аэропортов подходит, для каких-то торговых центров, когда ты там хочешь расслабиться. Его можно сделать как 5 минут, так и час. У нас была мысль о том, что сделать это как вау-эффект для наших клиентов, прямых мастеров. Они уже тоже как свой же вау-эффект могут это представить своим же клиентам. То есть человек на окрашивании 4 часа, устал где-то. Ну, естественно, никто там без использования масел. То есть это не нужно раздеваться. Ну, и плюс там окрашивание здесь, там фольга и так далее. То есть это можно просто в одежде вот так вот. Я сижу, а мне делают массаж. Не рискнули его, да? Не рискнули, потому что это вот как-то... Странно выглядит. Да, да. Вот хотя массажист, который пришел к нам с этой идеей, он говорит, что именно в этом и вся фишка. Что вот то, что подвигает человека в шок, оно привлекает внимание. И там какие-то там... У них есть там всегда бесплатные 5 минут, когда ты можешь попробовать и там можешь сказать, да нет, спасибо, больше не буду. Можешь продлить. Но вот все равно как-то это что-то мы пока не рискуем. Оль, ты запустила свой канал недавно причем. Ну, как и многие из нас. Расскажи, что там делаешь, что планируешь на этом канале делать в своем? Сейчас я действительно снимаю очень много интервью тоже разных прикольных, но я все как бы, знаешь, показываю через собственную призму. Потому что я все-таки не интервьюер, я человек, у которого есть свое видение. Я люблю где-то юморить, где-то подщебывать, где-то жестить. Мне кажется, что это очень прикольно. По крайней мере, я буду рада, если вы зайдете, ребят, посмотрите, подпишитесь. Потому что, как правило, все люди остаются. Мы оставим ссылочку на канал Оли в описании. Заходите, подписывайтесь. Но только от нас не отписывайтесь, а то мы вообще потеряем всех девушек. Я, кстати, Рому тоже приглашала, снимала. Поэтому можно на него посмотреть. Поищите там. Женщины более рациональны, что ли, мне вот кажется. Серьезно? Да, мне кажется, что женщины более рациональны. Практичны, зимные, не знаю. Ты точно про женщин сейчас говоришь? Да, я про женщин. Мы знаем, как мы, на самом деле, почему нам проще вести бизнес. Потому что мы ведем семейный бизнес. Мы есть организаторами хозяйства в семье. Большинство мужчин вообще не понимают, откуда, что появилось. Например, как что чинится, как что стирается. Опять-таки о продуктах, да, откуда они берутся. Кто их вовремя заказывает. Ну, разные семьи, конечно, бывают. Это точно. У нас я продукты закупаю. Ты покупаешь продукты. Ну, я думаю о том, что заканчивается. Я контролирую заказы. А, это само собой, да. Я этим не занимаюсь вообще. Вот. А где ты? То есть ты просто исполнитель. А она менеджер и управленец. Поэтому у меня тоже так. Девочки. Да. В первую очередь девочки. Мы разыгрываем вот эту упаковочку коллагена среди вас. И суть конкурса. Вы должны подписаться на канал, поставить лайк и написать бизнес-идею женскую. Лучшую из них я выберу и подарю победительнице эту упаковку коллагена. Девчонки, ну вы слышали. Пишите, пожалуйста, в комментариях свои идеи для женского бизнеса. Но, парни, так как вас здесь больше, помогите дамам. И тогда у вас будет шанс выиграть для своей второй половинки. Классный и полезный подарок. Это Франч Ти Ви, канал для предпринимателей без воды. Увидимся с вами ровно через неделю. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok